Сегодня утром Благовещенск оказался в густом тумане, что мешало автомобилистам. Помимо плохой видимости, движению мешал и гололед. В выходные в областном центре шел мокрый снег. Как справились ситуации дорожники и что это? Аномально природное явление или обычный апрельский туман? Узнавал наш корреспондент. Это утро в Благовещенске напоминало черно-белое кино. Туман, полностью охвативший город, оказался не как в песне, сиреневым, а просто густым и мрачным. В общем, ни пройти, ни проехать, особенно автомобилистам. Ведь движению мешала не только плохая видимость, но и гололед. Так что перспектива быстро добраться до места работы для многих стала весьма туманной. Видимость не очень важная была. И гололед. Поэтому пришлось долго ехать. Все медленно едут, подстраховываются на всякий случай. Несмотря на такую, казалось бы, неблагоприятную дорожную ситуацию, сотрудники ГИБДД тревогу бить не спешат. Аварии на дорогах области в такую погоду хоть и случались, но чаще их причиной становился туман не на улице, а в голове. Зарегистрировано 14 ДТП по области. Из них по причине управления водителями в состоянии алкогольного опьянения, это 7 дорожно-транспортных происшествий. Это по области. Туман рассеялся уже к полудню. При этом прошел, как будто и не было, говорят дорожники Благовещенска, без последствий. Очистить дороги успели вовремя. Ведь в этом деле главный принцип – предупрежден, значит вооружен. Чтобы такая ситуация не свалилась, как снег на голову, нужно следить за прогнозами синоптиков. Мы были готовы к такой ситуации и работали в обычном режиме. То есть вся техника и силы были готовы к этому. И когда начался снегопад, все вышли на уборку тротуаров и проезжей части от снежной слякоти. Наиболее опасные участки у нас подсыпались специальной смесью. Сами синоптики отмечают, густой туман для Благовещенска – явление совсем не аномальное. Хотя в апреле довольно редкое. Все дело в том, что холодный воздух надвигающегося циклона попал на теплую влажную поверхность земли. Как следствие, город оказался полностью закутан в серую пелену. Причем у Благовещенцев сегодня был, скажем, хороший шанс почувствовать себя так, как практически каждый день чувствуют себя жители Приморья Сахалина и Камчатки. То есть это классический туман, который очень часто наблюдается на побережье. Уже после обеда о тумане почти все забыли. Черно-белое кино закончилось, но впереди еще одна серия из двух циклонов, прогнозируют синоптики. И только после них начнется новый весенний фильм «В цвете». Яна Лисова, Игорь Карпов, Иван Сюмак. Новости дня информационного агентства Порт-Амур.